МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основном все крупные промышленные предприятия предоставляют общежития иногородним сотрудникам, и также полные соцпакеты и зарплату от 70 тысяч рублей, то есть такую достаточно высокую на рынке. Одинцовский округ занимает последнее место в регионе по уровню безработицы. Но представителей рабочих специальностей не хватает и у нас. Предприниматели, сотрудники администрации и службы занятости, руководители колледжей встретились, чтобы обсудить варианты решения этой проблемы. Пришли к выводу, лишь тесное сотрудничество и совместная работа помогут ликвидировать кадровый дефицит. Мы считаем, что проблему нужно решать более активной работой бизнеса с нашими учебными заведениями, с созданием системы наставничества студентов, колледжей и техникам. Должна происходить плотная трехсторонняя интеграция. Это предприятие, колледжи и центр занятости. Тем более, что положительный пример такого сотрудничества в нашем округе уже есть. Пять лет назад Ольга Селезнева организовала учебный центр по подготовке автослесарей и автомехаников. Недавно он стал победителем конкурса лучших практик Российской Федерации. Когда, конечно, нас номинировали, ну, честно говоря, у меня просто бурашки по телу, потому что ответственность огромная. Во-вторых, надо сказать, что, чтобы подняться до такого уровня, это не зря я там пять лет оббивала пороги всех этих колледжей, и родителей, и студентов, и, естественно, и сотрудников. Обошли 83 региона. Доказали, что только совместными усилиями можно и нужно воспитывать квалифицированные кадры. Организация экскурсий в колледже и на предприятия, обеспечение студентов практикой, повышение престижа рабочих специальностей, наставничество. Все это обязательно приведет к созданию кадрового резерва. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».